Понимаете, это было пробуждение от тяжкого сна безбожия. Это мобилизовало духовные силы нации. Это было быть Россией или не быть, это ее выбор. Она оказалась, оправдавая доверие Бога. Мы победили как христианская нация. Хотя без Бога, с политруками, но армия была крестьянская. А крестьянин – это опора России. Понимаете, именно крестьянство ненавидел Маркс и Энгельс. Считает, что именно этот класс будет самым трудным сопротивлением. И война пробудила национально. Возьмите песни, какие чудесные во время войны сложались. Какие стихи великолепные, какая литература пошла. Как народ преобразился, как народ себя чувствовал. Я уже приводил в беседе где-то. О том, что у меня вот друг, который командовал взводом, Катюш, старший лейтенант, Анатолий Александрович Никишов, врач. Умер он лет 10 назад. Он попал в оккупационные войска, стоял под здами у одного врача, старенького немца, на квартире. Это мой друг, а он до войны изучал немецкий язык и неплохо говорил. И они с врачей с ним сошлись. Он говорит, мы сидим, мы сидим всем, пьем пиво. Он мне говорит, ну, герой лейтенант, вашей нации принадлежит будущее. Я ему говорю, как, доктор, у вас такие дома, такие дороги, такие крыши, такая красота. А у нас соломенные крыши и избы. Он говорит, она все нажимное. Ваш капитал, говорит, женщина. Я, говорит, принимал девушку, которую присылали из Германии, из Украины. Они все девственницы. О! Вот что мы спасли. Девственницы. А у нас, говорит, что в 12 лет уже не девочки, а женщины. А это будущее вашей нации. Вот старый немец как оценил. Правильно? Правильно. Вот ответ на ваш вопрос. Продолжение следует.